Субтитры делал DimaTorzok Доброго дня всем! Спасибо! Спасибо! В различных климатогеографических условиях, в частности, пойдет речь о зиме, по летам, температуре. Доброе утро! 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 На сегодняшний день на рынке также присутствует большое-большое множество радиостанций авиационного диапазона, в том числе и с выделенной частотой 121,5. Как бы данный образец это производитель ЯСРВЭТЭС стандарт, модель ТВАИКСА 710. Данная радиостанция, как я был бы искал, прошел, поступил на свое радиационное подразделение. Плюсы данной станции заключаются в случае в алюминиевую воду, водонепроницаемая до 2 метров на протяжении полчаса океанская вода, ну и, собственно, 250 запрограммированных каналов европейских, 150 каналов можно программировать под руки. Более того, при наличии переходника можно использовать как стационарную авиастанцию на воздушном сфере. Также данная станция имеет такие функции, как 3-ворк, 3-ворк, ну, знаете, да, по навигации это движение напряжение, движение вот так. Значит, также вам рекомендую, также вам, ну, если не имею права рекомендовать, то я бы вам порекомендовал, помимо вашей авиационной навигации, помимо вашей авиационной навигации, вложить на борт с воздушного судна в маленькое портативное устройство. Как и также данное устройство, то есть гармошка противоударная, благо защищенная, потому как развитие ситуации воскревынужденной посадки, оно может быть, может развиваться, как бы, по-разному. Да, все может быть хорошо, сели, купили, сейчас, по-разному, в полчаса товарищ приехал, как бы, привез еду, воду и прочие необходимости для неуспешного существования. А ведь ситуация может развиваться таким образом, что при выполнении маршрутного полета вы можете пропасть, или пропасть на неделю абсолютно неправильно. То есть, опять же, такие последние события в формате поиска людей, ну, так скажем, результаты поисковых операций, неутешительны в каком плане, что на поиск воздушного судна бросается не один десяток авиационных человек, с привлечением авиации, транспортных средств на землю, но в результате поиск затягивается, и спросить у человека, что он делал в области, когда его обдавал, человек уже понимает. А вот сколько по времени вот этого камера, который он делал в работе? Ну, вот если что-то с тобой случается. Я, в первую очередь, его приобрести, когда брал тестовую модель, она работала в условиях активного поиска. То есть, я его положу в помещение, и, пожалуй, поиск. А ускорите, пожалуйста, сколько работала? Можно трогать? До трех суток. На улице, если холодно, будет работать не больше шесты часов. Согласен, согласен, как бы нет панацеи, но тем не менее. Значит, еще, еще. Я не успеваю, слайд, я не перестал. Ладно, процесс. Значит, также принес несколько образцов спасательных жилетов. Значит, данный жилет называется моделька Силу-Мустан. Применяется в авиации рекомендованной в европейских странах очень широко. По форме жилет напоминает, ну, не напоминает, а являет из себя вот такой вот ошибничек. Данное приспособление, если кто-то есть из вооруженных сил, встречало то, что называется этот жилет СЖ-63Б. Значит, данное устройство оснащено автоматически системой газонаполнения и солевой батарейки. Прибираем слабочку при нахождении в воде в воду, вода протекает, вырабатывается энергией, плечок горит. Значит, самая распространенная, но при всей своей простоте, самая неудобная. Спасатель, неудобная при средствах индивидуальных, по той простой причине, что каждые полгода необходимо его надувать, проверять, контролировать. В общем, ну, и его стоимость, так скажем, варьируется до 1000 долларов за единицу. Данное, к сожалению, это российская реальность. Заходим в онтажер, находим производителя и, собственно, покупаем за 150 американских рублей вот такой прибор. Такое устройство. Срок службы 25 лет. Как называется? Сервил Мустан. Что? Сервил Мустан. Сервил Мустан. Сервил Мустан. А где попадаются в Москве? В Москве вы не найдёте, но исключительно через интернет. Собственно. Можно поискать по специфическим магазинам на «Хеля Раша» на выставке, там был уехать дело по продаже данного оборудования, свободной продажи для собственных встречалов. Также оснащен автоматической системой введения в действие, газовый баллон, система партноль, листочек. В дом комплектации идёт сигнальное зеркало поисково-спасательное и маркерная лента. Это лента шириной 30 см, с подложкой длиной 15 см. Она светоотражающая, нецелепная, при попадании на неё светового луча она ответится. Также в течение дня мы выбираем трубочный свет, что у нас присутствует, дневной свет, и ночное время в течение 4-6-3 часа. Это что касается системы индивидуальных посадек средств. На самом деле это самолокоборитные средства, не требующие специального ухода, таких как технических, специальных технических средств отслуживания. Купили, положили на вертолёт в доступное место, зная, что будет выполняться полёт надлодным пространством, одели на поле, не мешает, в случае необходимости его применить. Что касается непосредственного предприятия, вводить в действие системы автоматического газонаполнения спасательного жилета, спасательного плота, необходимо только после покидания кабины воздушного суда. В нашем случае, после полной остановки вывода. Махалки грузовцы выстечили, попали в работающие лиги, где, собственно, все наши категории к спасению приводятся к налюту. Если мы вводим в действие систему газонаполнения до покидания кабины воздушного сферы, то, чем это может закончиться для нас? Разрушением жилета, собственно, остаемся с одним сельством. А мы можем быть глупой. Но это, как бы, эльт-Америка. На самом деле, согласность заключается в том, что мы можем просто зацепиться, дверь может заклинить, и в процессе затопления воздушного судна наш наполненный жилет нам просто не даст возможности покидать надолёт, потому что у нас как по платформу прижмёт по факту, и просто вы там останетесь. Также настоятельно, так скажем, бы рекомендовал оснастить свой надолёт фонариком хорошей мощности. Желательно противоугадным, благозащитным. Потому как посадка может быть выполнена в любых условиях, и, как бы, помощь может прийти в тёмное время. Также в процессе выхождения на площадке посадки вы можете своей несилой возможность исправить ситуацию, которая позволит вам продолжить полёт для аэродрома базирования или же на запасную площадку. Естественно, мы начнём с условия, наличие автономного света будет необходим. Значит, что касается средств защиты головы, то, конечно, здесь вопрос, так скажем, риторический, но тем не менее. Данный шлем произведён французской фирмой «Роса Акали». Общий вес данного снаряжения вместе с радиодорникой составляет всего лишь 1200 грамм. Если мы возьмём противовес известной американской шлемой армии, то, как он видит два стола и два. Значит, здесь данный шлем оснащён двумя визорами – светлым и тёмным. Плюсы данного шлема заключаются в том, что он сделан из кевлара, армиида и представляет собой класс защиты номер красный. То есть, если мы возьмём военную классификацию, то это уровень жилья первого класса защиты. То есть, противополная и противовоспомощная. При выполнении, как правило, при выполнении вынужденной посадки страдает у нас что? Голова. Голова, трубная клетка, таз. Например, вот ситуация с вертолётом авиакомпании «Барково» С-350 в 2008 году. При выполнении полёта, значит, инструктор, два курсанта выполняли полёт на пиволёт, ну, в общем, на особые условия. В полёте при выключенном двигателе. Да, там много недоработок, много ошибок со стороны инструктора. На одномоторном вертолёте выключить двигатель, а потом попытаться произвести подопор на посадку. Ну, результат оказался плачевным, врезан из земли. Вот, собственно, травмы могли быть гораздо ниже тяжёлыми, будь на них защитным снаряжением. В двух наших шлемах не было бы таких тяжёлых травм, человек после второй доктора не получил. Значит, также ваши вертолёты оснащены приездными ремнями. Не забывайте о нём. Никогда не забывайте о ремнях. Машина — это как бы одно, да, вот, дело каждого. Но вертолёты не забывайте о приездных ремнях, потому как при выполнении вынужденной посадки и верционной составляющей и силой таковой, что вы можете просто быть выброшены из кабины. Более того, получить травмы от, как бы, органов управления, травмы грудного средства, ну и при выбросе из кабины попасть под остатки несущего вину, что, собственно, тоже хорошо не скажется на вашей жизни и на вашем здоровье. Так, там уже сейчас… То есть, здесь представлена карта центрального, так скажем, региона. Вот, и зоны поиска и спасания, как бы, совпадают с районами, с районами выполнения базы. То есть, наша основная зона — это район 2. Нижний Новгород — это район 3. Там, где Тамбов, Липец, Бородишев — это район 1. То есть, вот на сегодняшний день, что представляет из себя «Единая система авиационно-космического поиска и спасательства». Значит, флажочками обозначены силы поиска и спасания РПСБ — это регионально-поисково-спасательные базы. Буквочка «Д» говорит о том, что это «День» — веровоздушное судно МИОСИ. Если мы возьмём анализ, составляющий анализ наличия воздушных судов поиска и спасания, то, к примеру, в 1997 году их было порядка 180 воздушных судов, разнотипных под Ми-8, заканчивая «Ил-76». Для «Кирто» на сегодняшний день «Ил-76» не достался один «Н-12» на «Зальном Востоке» или два. Несколько «Н-26» и остальное — это гражданская авиация, «Малая авиация» в виде как бы лекомоторных воздушных судов, включая вертолётную электронку. Следующие слайки я вам покажу ещё. Значит, также есть реквизиты. Реквизиты. ФДСА, ФТР, персоналы оперативных органов виденной системы МТПС, виденной медициной. Кому будет интересно, я данные файлики оставлю здесь в руководке, вы можете переписать координаты, и, собственно, пользоваться ими в своё удовольствие и для безопасности. Районы здесь локации. Также при планировании маршрутов учитываете нахождение поисково-спасательных сил и средств по району. Вот мы видим, да, район 1, район 1, начальник Воронежской ОПСБ, имеет всего лишь АН-2. Радиус – 250 км. То есть, базирование аэропорта Воронеж – радиус – 250 км. Стало быть, если мы выполняем полёт, выполняем полёт, где-то на удалении более чем 250 км, вот в данной точке, стало быть, вы в зоне не досекаетесь. В зоне не досекаетесь. Поэтому есть необходимость изучить дополнительные нормативы, пополнить свои знания в плане выживания, личного обеспечения, имуществом, подоряжением, дополнительным оборудованием вашего вертолёта. Никто не требует от вас загружать ваш маленький вертолётик, когда отказывают, что-то торчали выживали, палки или дорогу и прочее. Сегодняшние технологии, они позволяют нам минимизировать, так скажем, объём и технический, ну, так скажем, и по массе мы можем сократить, как бы, включение себя любимого снаряжением, каким мы хотим. У нас, точнее, у вас есть огромный плюс для, так скажем, действия в этом управлении, потому что вы не подпадаете не под один нормативный правовой акт, не под один нормативный правовой акт, который бы вас мог заставить использовать то или иное оборудование или снаряжение. Собственно, вот на сегодняшний день проблема государственной авиации, гражданской авиации заключается именно в этих отсталых, отсталых от сегодняшнего и сегодняшних реальных времени, вот этих документов, которые обязывают нас иметь по оборудованию, которое мы имеем на борту, а также поисково-спасательных группах команды. Спасательных парашютных национальных, до сих пор, поисково-спасательных команды. К сожалению, государственные реальные не могут выйти за рамки вот этих формативных документов, которые писались в конце прошлого века. Сегодня уже можно так говорить. по оборудованию. Поэтому, потому что технологии, технологии, они не шагнули, а технологии скатнули вперед настолько, что мы можем позволить себе практически все за минимальные, при минимальных затрашках. Значит, чтобы не быть голословным, есть статистика. Есть статистика. Значит, вот реквизиты учебных учреждений, которые вы также можете для себя пометить и, собственно, использовать. Собственно, основная, да, табличка. Схема оповещения о бедствии и вызове дежурных сил оборудовании. Собственно, мы видим, что у нас идет оповещение фотоаварийного воздушного сутка органов управления. Так что у нас указана лица предельная система организации организатора движения. Далее система задействуется напрямую от аварийного воздушного сутка системы КАСПАСАРСАД, но она задействуется только в том случае, если у вас на борту установлен аварийный радиоварийный. Потому как его технические характеристики, они подразумевают автоматические отключения в случае откровения перевода более четырех дней. То есть выполнили какой-то вираж, переворот, еще что-то. Данный радиобояк включится в автоматическом режиме. Произведется вынужденная посадка с перевозкой дюля полумерной включится автоматическая передача сигнала в убеду. Значит, в чем? Ну, собственно, спорт поддерживает те же функционалы, кроме автоматического включения в случае «Плюсы маяков» заключаются в том, что при его регистрации за воздушным судном, то есть мы не просто прописываем номер маяка, номер воздушного судна и за номер – нет. Прописывается тип воздушного судна, пассажировместимость воздушного судна и приводы. То есть, соответственно, если ваше воздушное судно, помимо того, что ваше собственное, состоит в какой-то организации, не штатной, приписанной к нам к определенному аэрофону, то информация о вашем действии будет передана из Единого Центра «Последствии спасания» в вашу организацию, и ваша организация уже будет обрешена, что в камеру что это шла та или иная непределенная ситуация поступает сигнал бежен. То есть, вот такая схема действия. Четчатка небольшая. Во главе всей системы управления при авиационном поиске и спасании у нас стоит Минтранс, Российская Федерация. Далее идет Росавиация. Далее идут Центральное межрегиональное управление. Ну и по регионам. Поиск спасания включает в себя аварийное оповещение и авиационных поисково-спасательных служб и системы воздушных судов, терпящих и терпящих ответствия, оповещение авиационных поисково-спасательных служб, организацию проведения поисково-спасательных работы операции. Значит, для целей поиска и спасания руководителями организации, находящимися в видении Федеральной Амбонсовой Службы, для которой предлагается осуществление поисково-спасания. Поисково-спасательного обеспечения включает в себя организацию дежурства СИМЦ органов воздушного движения, оснащение сил средств арене спасательного обучения воздушного служба. операционного состава спасения жизни. Рустам, а можно вопросики на эту тему? – Конечно. – Скажите, пожалуйста, Вам лично приходилось участвовать в поиске таких целей, как наши вертолетики? Нет, только по речи распространенной, пока проходили силы, там вылетали на поезд, на обнаружение. Значит, а вот можно узнать, значит, у вас на дежурстве М8 стоят, да? Нет, на самом деле, на сегодняшний день с поездами спасания привлекаются воздушные суда с ними дети. То есть вы, имея свой собственный вертолет, можете оснастить его имуществом, оборудованием, испоряжением его. Нет, 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 подождите. Вот у вас, вы сейчас показали структуру, да? Там сидит диспетчер, вот он на волоколанке московский, да? Он сидит круглосуточно. Вы где-то сидите круглосуточно? Нет. Вообще нет. Конкретно моя организация несет, проводит поисково-спасательное обеспечение полетов только своих, только своих полетов. Так, это... Мы можем оказывать, согласно Федеральных операционных правил поиска и спасания, услуга по показанию поиска, спасания и оборудования может быть выполнена любым воздушным судном, точнее, и обязана быть выполнена любым воздушным судном, получившим информацию. Хорошо. У вас на дежурстве какая термина вы стоите? Два француза. Они же у нас выполняют задачи и они же у нас стоят на дежурстве. А какими вот поисковыми сетками вы пользуетесь? На какой высоте вы работаете, когда ищете наземный объект? Есть стандартная схема, которую я далее покажу. Ну, как она... Десять на десять, да, всех? Десять на десять километров и все, да? Да, да. А на какой высоте и скорости работаете вы? Ну, это уже зависит от непосредственно конкретных фактических метеоусловий, стилающей поверхности, то есть от ста до шестиста. Требования по минимальной высоте есть у вас на поиске? Требования, значит, они оговариваются нормативным документом, который я также приведу табличечку вам. А вертитальное, максимал, опять же, все зависит от задачи типа воздушного судна. То есть, если это самолет, то ему нет смысла летать на высоте 300, ввиду... Это понятно, да. А выполненная работа... В воздушном судне выполненная работа по закрытию квадрата у вас как-то фиксируется отдельно, фарометрическими, так сказать, самописцами или отдельным прибором. То есть... Нет, только исключительно по докладу. Квадрат считается закрытым только по докладу типа. Так точно, так точно. То есть, на сегодняшний день у нас нет таких совершенных систем отслеживаний, что... Точнее, они есть, но они весьма достойчивые, ставить их на... Ну, а они у вас в руках, ну, там лежат, которые четыре дня работают, она пишет трек, ее спокойно можно в штабе встретить на обычный персональный компьютер и посмотреть. Это после. После. По факту... По факту... Мы, к сожалению... Просто... Потому что... То есть, основное, когда все катастрофы случаются... То есть, когда боятся, работают... Мы всегда ищем... Почему... Вот... 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 Она поможет сто процентов или тоже ничего? А... Дело в том, что... Мы же... Регистрируем ее индивидуально. А... У нас же человек как... Вот тут исключительный человеческий фактор. Да? Я вот для себя ее регистрировал. Пароли... Сервые вот... Знаю только я. И я вот тут улетел. А завтра я посмотрю, где я... А почему? Там еще вроде дается... Ну, да. Есть передача... Передача сигнала о бедстве. То есть, все это присутствует. Но, тем не менее... Для... Так скажем... Желательно поставлять пароли и коды доступа в организации, от которой вы выполняете полеты. Рустем, вы будете сильно удивлены. У нас сейчас летят вертолеты от Новой Зеландии до Европы с такими штучками. И если они вдруг нештатно остановятся, то через 30 минут здесь начнется истерика. Вот если вы можете также подключить в течение 5 минут свой трекер к нему, и если он у вас остановится, то через 30 минут об этом будет знать ЦКПС Росавиация. Даже если вы ничего не доложите и не расскажете. Вот если вот эта коробочка замрет на месте, да, то есть пропадет, сломается, разобьется вся эта батарейка. У нас стоит еще одна система, которая позволяет эти коробочки отслеживать. Причем, я же говорю, что на сегодняшний день у вас есть огромный плюс. Вы не привязаны ни к какому же антибиотическому публику, и вы имеете право отращать свои воздушные суда любым поисковым оборудованием, с насильными системами обнаруживания. К сожалению, у РСН многие инверсарцы еще до сих пор летают без него. А вот решите я в клиниш, пока тут еще люди есть. Вот коробочка, вот коробочка, цена ей 3 копейки. Скажу честно, у меня на борту стоит аварийный маяк, обязательные к установке. Меня предупредили, что в нем умирает аккумулятор, что надо 500 долларов вот поменять. Я сказал, я лучше 500 долларов потрачу еще там на пару вот таких коробочек. Повешь их на хвост дальше. Возавчера случилась трагедия, катастрофа. Упал Еврокоптер. И маяк, за который мы платим 1000 долларов за каждый в обязательном порядке, не сработал. В очередной раз не сработал. Бортолет упал в слези шелья. Его нашли через полтора часа. И вот этой коробочки там не было копейки. Если бы там была эта коробочка, его нашли бы через 10 минут. Вот и все. А какая подрежность? Ну, 5 метров, 10 метров. Вот GPS. Даже бытовая. Эта копеечная коробочка. Частота сигнала. Нет, он дает тебе с определенной периодичностью, шлет сигнал с одной точки. Нет, подрежность геометричная. Но если он выключается, на средний сигнал выключается? Зачем он выключается? Знаешь, как надо борт разложить, чтобы он выключился? Ну, я надо уже без мать. Вот когда я улыбился, в 10-м году, 10-го марта, на льду Владивского озера, там был спот, еще менее точная коробочка. Мы сняли с него координаты, оставались в Петрозаводске, нанял катер на воздушных подушках, через час, был на месте. И видел вертолет. Если бы там не было спота, они до сих пор были бы без вести пропах. Это была 10-я марта, шел бы с них, был снегопад, вертолет лег на лед озеро, его бы занесло снегом, а потом бы лед растаял, и все бы утонуло, и все. Вот благодаря этой коробочке, за хотя бы ребята заранее. Все эти АРМы, за которые мы платили тысяч долларов, ну это такая обязанность, еще один налог. Я всех еще раз призываю, пользуясь сушей, если перестраиваешься, это облегчит бои, и может спасти жизнь, если кто-то ранен. Потому что раненый человек может умереть от переохлаждения, через 2-3 часа, а искать будут сушками, как мы не раз делали. А если через полчаса-час кто-то прилетит, есть большой шанс спасти жертвы. Вот это короче. О чем? Подводя итог, так скажем, всего этого действия, хотелось бы, хотелось бы, вкратце, вкратце, он говорит с вами, действие все-таки ледного экипажа, в момент возникновения опасной ситуации в полете, требующий прекращения правильного задания и выполнения посадки на площадке вне аэроду. Значит, первое, что вы должны сделать, все эти доступными вам способами, извести орган управления воздушным движением под руководством, которого вы находитесь, под руководством, которого вы находитесь, о возникновении ситуации, требующей прекращения выполнения правильного задания. Конкретно в РПСОК ДА в нормативных документах, рекоментирующих, так скажем, радиообмен международушным судом и управлением движения есть, так скажем, уставная формировка помещения по бедствию. То есть, я, такой-то, такой-то, терплю бедствие в квадрат район управления полета. Данная информация передается не менее трех раз, если продолжается класс. Также, если мы имеем средства, средства, так скажем, активного отслеживания позиции, необходимо передавать, снимать координатные свои точки для того, чтобы группа поиска могла вас быстрее обновить. Далее, после вынужденной посадки, после вынужденной посадки. Естественно, все имеют транспортные средства в простой ситуации на дороге, после заноса, если машина не обладает электронными системами стабилизации, после заноса любой из вас наблюдал в руках крыма, до губа утонул, удержался, все хорошо им. Здесь с вами происходит ситуация, которая требует от вас вложения и моральных, и физических сил. и естественно, стрессовыми вы попадаете в ситуацию стрессов. После выполнения вынужденной посадки, первое, что необходимо сделать, обеспечить покидание самому отойти на расстоянии не менее 50 метров от воздушного судна, и там и оставаться. Потому как вынужденная посадка, как правило, сопряжается с повышенными перегрузками, что может привести к разрушению теплого провода, маслобаков, каких-то емкостей с горюче-смазочными материалами, что в процессе впоследствии может привести к возгоранию. Сели, все хорошо, находимся в вертолете, кероспотек, воскламенение, сгорели. Вот. Поэтому сразу, непосредственно после вынужденной посадки, необходимо покинуть воздушный суд, отойти от него на безопасное расстояние, в случае его, так скажем, грунного разрушения, чтобы не попасть в осколки, обломки и так далее. Далее, установить связь с органами управления воздушным движением, повторить каждое нахождение координаты, где вы находитесь, сообщить количество лиц, находящихся на данном воздушном суде, сообщить возможные повреждения, повреждения, если они имеются по воздушному судну и по, как бы, людям, по подальше. Это позволит, это позволит привести к месту авиационного происшествия, так скажем, не стандартную группу, куда мы приехали, спасли и уехали, а уже группу, подготовленную непосредственно к ситуации, которые были что-нибудь если рассыпать. Значит, если же, если же есть необходимость оставаться на месте более, чем три часа, то, так скажем, руководство по обеспечению жизнедеятельности экстремальных условиях и арбийской авиации рекомендуется организовать лагерь. Первое, что нужно сделать, вам, как командир воздушного судна, вам необходимо расставить точки над и определить зоны ответственности, то есть, организовать людей, которые находились с вами на борту воздушного судна. То есть, распределить ролик, чтобы не было шатаний, болтаний и расхождений по территориям вокруг той или иной местности. Понятно, что да, здесь даже дверь, девочка упала, искала 800 человек три недели и, собственно, ели в машину. Стало быть, сели, все хорошо, один налево, второй направо, в результате все потерялись, группа поисков пришла к вертолету, один сидит на вертолете, а остальные ушли гулять поисков лучшей жизни. нет, ни в коем случае. Находите всегда вместе. Никто не отменял дикое деревье, волков, ветвей, лосей, гонок, и прочая рыбность, которая может нести вам права. Следующее, обеспечение особенно касается зимних условий, зимних условий. Обеспечьте себя теплым надированием. То есть, на сегодняшний день выполняете полеты, посмотрите на то, в чем вы летаете. все утром выходят зимой из дома, когда к машине подошли, это кусок мёрзлого металла. Вертолет кусок мёрзлого металла превратится через 30 минут после выключения. Если вы в шеверточке, в лёгких ботиночках, что с вами будет через два часа? А если у вас ещё имеется травма, которая сопровождается обидной травмой, обидной грамотой, что с вами будет через полчаса? Опять же таки, вернусь к тому, что вы не привязаны к определённым требованиям отменам мотива. Материалы позволяют сегодня приоритать в лучшем как бы сегодняшней технологии позволяют изготавливать оборудование снаряжения как бы минимального веса, минимального объёма с максимальными характеристиками сохранения типовых характеристик параметров. Ну, как подсказка направления движения это снаряжение очень тёплое, маловесящее, малогабаритное. То есть, каждый из вас может открыть источник кисней и вычитать из себя нужное оборудование. Значит, что касается непосредственно нас, непосредственно нас, опять же таки, рынок присыщен данным оборудованием заряжения. То есть, можно заказать, закупить уже готовый, так скажем, комплект носимого аварийного запаса, в котором будут спички, ночь, пила, линдочка, ещё что-то. но самый оптимальный вариант сбора НАЗА, это то, что вы сами соберёте. К примеру, я принёс такую штучку. То есть, берётся старая автомобильная аптечка, берётся старая автомобильная аптечка, и куда вкладываются такие вот столбовые штучки, женщины используют для чистки лица, поясню, для чего он. Магний с кресалом натирает магний, температура горения 3000 градусов, разжигает сушь, что угодно. Палфеточки, порох, сухой спирт, заборованные спасти, спички, сухой спирт. Значит, не панацея, пусть смешно выглядит, но тем не менее, те, кто ломались на трассе зимой, те знают, что это такое, когда два раза сжигалкой всё выпало, и, собственно, машина керосиновая на дистопливе, разведение огня не представляется возможно. В итоге танцуем танцы с бутом вокруг этого автомобиля и думаем, как же собаку добавим. Значит, что касается вот этой вещи, при всей своей простоте, сейчас я вам покажу, как это работает. как это работает. Ребята, на практике, берём ватный кисть, разрываем его в круг, естественно, мы готовим заранее подложку для костра, костёр это ребёнок должен разводиться на кисть. Разрываем данную штучку. Допустим, есть зажигалка, но нет газа. Иску даёт. Любой предмет, выделяющий иску. В любую температуру в другую погоду. То есть, казалось бы, мелочь, а эта мелочь может сохранить вам жизнь и здоровье, которое собственным у нас одно любви и нахождение в другую ситуацию может очень-очень в голову посадить. Значит, где приобретать? как бы опять же... Это всё продаётся. Да, это всё продаётся. Кресало. Кресало. Ну, это вот состав креми-магни. И... Падаются? Путистично. То есть, на самом деле, ничего сверхъестественного. Сохоров тут посерьём. Бамочку можно оторвать. Такую сделать ёмкость запчасти от вертолёта. То есть... Слушай, короче, красиво. Это казалось бы мелочь, казалось бы ерунда, но это может позволить вам спасти либо свою, ну, либо жизнь так скажем, близкого человека или пассажира, которого вы везёте. Что касается медицины, ну, я думаю, с вами проводятся, проводились специальные занятия, да, по оказанию медицинской помощи. Но, опять же таки, на чём хочу остановиться. Основные травмы это чётно-логовые. Избежать мы их можем наличием специального защиты во шлем. Стоит он, на самом деле, не так дорого, чтобы переживать. Вот данная модель, это модель 2012 года, условно, их комплектации от поставщика напрямую стоит 90 рублей. Ну, 1000 рублей. Вот. Есть более совершенные модификации. Предположим, это что, с визорами разных цветов. То есть, это вот выниматель комплект. Который, кстати, данные визоры, что на сегодняшний день у меня тоже большую окуляцию, да, ну, все летали, и все знают, да, идиотов, 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 данные визоры предотвращают, ну, как бы, их, ну, состав вот этого визора, он предотвращает вредное воздействие лазерного луча любого цвета, любой мощности на сейчас глазу. То есть, как бы, штука такая, очень-очень хорошая. штука, 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 , горючая, и фильтр для воды. То есть, это комплект и аквабриз Если у нас нет обеззараживателя, мы можем использовать йод, марганцовку, то есть вот берем объем воды 3 литра, например, капаем туда 4 капли йода, ждем полчаса, после этого после осаждения осадки можно потреблять эту воду по сути печенья. То же самое с марганцовкой. По наличию медицинских средств, опять же таки, мы не привязаны к никаким нормативным актам. Единственное, о чем я вас настоятельно прошу, не лазить с собой наркосодервающие препараты категории А. Потому как в случае развития нехорошей ситуации и применения вами данного препарата, в том числе категории А, в данном случае отнесем спиртное. При нехорошем развитии ситуации, применение вами наркосодервающих препаратов, пусть даже для обезболивания или же алкоголя, повлечет за собой, то есть вы не докажете, что вы выпили после. Понимаете, да? Никто не докажет, что вы выпили до, там презумпция невиновна. Она, на самом деле, она не работает. Поэтому лучше не использовать. Да, если есть. Что касается применения, что касается применения, что касается применения, что касается применения противошоковых и обезболивающих средств. Если мы не имеем специального препарата, да, или инъекции, или таблетки, значит, как бы то ни было, применять противошоковые препараты, обезболивающие препараты, при наличии открытого кровопечения категорически не допустимо. То есть, если мы применяем противошоковый препарат до предотвращения кровопечения, то мы, скорее всего, убьем этого человека данным препаратом. Потому как физиология организма такова, что при хабильной кровопотере мышечный мускулатур расслабляется, и в результате мы можем получить что касается применения противошоковых препаратов. Поэтому применение противошоковых препаратов категорически запрещено до момента остановки от 30-х таблетки. Значит, если есть у пострадавших, если есть проникающие ранения, проникающие ранения, да, с торчащими из тела, так легкими, элементы управления, стекла, какие-то корни, коряги, ни в коем случае не вынимайте данные предметы из тела. Потому как, вынув этот предмет, вы вынимаете пробку из тела. Если же есть проникающее кровотечение, то есть, ну, проникающее ранение, например, не такая хорошая штука, не в моторах, да, пробитие легкого. Как бы ситуация очень упаковая для пострадавшего. Но, тем не менее, ее можно, так скажем, несколько натализовать. То есть, взять непроницаемый какой-то предмет, пакет, на эту упаковку пинта из индивидуального пакета, приложить к ране и уже по верху провести. То есть, как скажем, это бесключить, нет доступ, ну, да, бесключить герметизацию. Пусть это будет грязно, пусть это будет песок, но лучше это, как бы, первые несколько даже дней, часов и даже дней, это не страшный карминец. Потому что иммунитет, он позволит справиться с тем заражением, которое может возникнуть. Вот, собственно, немножко рвану получилось, но тем не менее. Слайдер. Какие есть вопросы? Вы про выживание в воде скажите пару вопросов. Выживание в воде держаться глупой, держаться глупой, все, и крести впереди. Как правило, наши, наши, ваши воздушные суда, они не подразумевают длительных перелетов, над, ну, длительных перелетов над, раздушными, точнее, над акваториями. Над акваториями вы не магистральные суда, то есть вы не магистральные суда, вы летаете, как правило, по МВЛ, а МВЛ-Анди. Приходится подсталкнуть, что-таки, если вы подсталкнули, как-то, как-то. То есть, происходит ситуация, которая требует прекращения этого программного задания, то есть, посадка, 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 подвали вода. Если у вас есть карта местности, подстилающего губинами, то желательно выбирать место с минимальной губиной. Непосредственно перед приводнением просим строителей верить, быть готовыми к питанию. Дальше, ну, собственно, ловля рыбы. Ловля рыбы при плавании в жилеке, она не будет. А сброс дверей, как сброс грешбази для работающих, где? Мне кажется, конечно. Хорошо, ситуация повышенная скорость при ранении, может привести, может привести, может привести. Безусловно, если дверь скинуть, то ее можно снимать. А вы уже в воде идете, вам что? А как ты скинешь дверь? Просто одну? Да, она была уже. О-о-о! А с температурой воды как у нас с точки зрения жизни? Что касается температуры воды. Что касается температуры воды. Конечно, вас не призываю выполнять полеты в морских спасательных костюмах. Но, тем не менее, при полетах над водными пространствами наличие жилета обязательно. Что касается температуры. Безопасная, безопасная минимальная температура – это 15 градусов для нетренированного человека. Ну, опять же, это статистика, взятая из каких-то армейских выкладок, где проводились какие-то медические следы. То есть, 15-17 градусов – это минимально безопасная температура для человеческого организма. На несколько часов. Да. И то, никто не говорит, что вы вот туда пультулись, и вы там будете жить неделю, которую вы нет. Четыре полуотмороженных пилота, долетевших до Дальнего Востока и готовившихся к перелету в Японию, после прохождения двухдневного, по-моему, курса выживания на вертолете, да, купавшихся, решили, что все-таки лучше не петь в костюмах полных. Никаких там плавок с жилетами, а полные костюмы. А когда же в костюме там ограничено время? Они же говорили, что получат полчаса. В костюме? При температуре воды 15-17 градусов в костюме ты как раз будешь купаться пару дней, а без костюма через 2 часа даже при наличии жилета. Слушай, а их концерн они вроде бы в аренду берутся, да? Я не могу так... Ну как в аренду, когда они вот здесь лежат в соседнем кабинете, значит... Джипсон. Значит, ну и заключение по особенностям. Заключение по особенностям. Заключение по особенностям. У нас есть арктические условия, то есть экстремально холодные. У нас есть как бы нейтральная полоса, есть горы, есть вода и есть вода. Особенности заключаются, естественно, в зимний период температуры. Стало быть, наличие теплого админирования, снаряжения, опять же таки, не призываю вас возить в вертолете валенку, да? Дополнительно, просто дополнительно шерстенные носки положить в пакетик, засунуть куда-нибудь в грунтучок, лишнего не будет. Дополнительно положить не перчатки, а варежку. Опять же таки, лишнего не будет. Потому как, садясь в вертолет в влажке, не факт, что ваш вертолет закончится в конкуренте ночи. Может произойти все, что угодно. Может произойти ухудшение подобных вопросов. Техническая неисправность. Любая ситуация, которую мы можем привезти. То есть при выполнении, при постановке, так скажем, при планировании маршрута, опять же говорите, планируйте, смотрите, оценивайте вашу автономию. И уже относительно конкретных методов условий берите с собой крылья или двойной обороты. Но комплект постоянный, о котором у вас не должна болеть голова, в том числе ДР. Ну, как пример, да? Наши ребята на вылет собрали чемоданчик, в котором лежит один газовый баллончик, газовая горелка и три банка. Мелочи приятные. По погодным условиям сели в поле, достались, перекусили, все хорошо. Мы хотим просидеть, чтобы довольно тяжелое время. Какие вопросы есть, если они есть?